Привет, друзья! Только прилетел и тут же узнаю, что, оказывается, империя Порошенко наносит ответный удар. Удар от пятого канала прямо мне по башке. Здравствуйте. Ну, как бы продолжение нашей колишней разговоры, да? Вы же видели, как она спрацовала, как перехвилювалися. Как говорит, переволновались от его эфира. Да, понятное дело, у вас просмотры бьют рекорды. У меня столько просмотров бывает разве что за три минуты, а еще комментарии закрыты. А почему у вас закрыты комментарии? Я не могу понять. Вы же канал президент, а, наверное, из-за российских троллей. Но если комментарии пишут только российские тролли, то нахрена вы вообще выходите? Пропагандоны и другие прислужники информационных атак на Украину. Пропагандоны и прислужники, прислужники мирового капитализма. Было раньше, сейчас прислужники российской агрессии. Абсолютно маленькая прамбула. Я, когда ехал на работу, сранку побачил то, что не мог поверить своим очам. На перекрестку Бандеры и Оболонского раздают пачками газетку. О, Боже мой, в Киеве на перекрестках раздают газеты. А пора бы уже раздавать револьверы или гранаты. Ну, на худой конец старой вышиванки. Вести, которую Гужва разом с Клименком запустили. Памятаете, когда все началось? Звичайно. То это четвертый рік. Я, звичайно, ее принес. Подивился на измену дискурсов. Тепер это у нас не сепарский, а ватный русскомирский ресурс. О, да, конечно. Вы же помните этот эфир, где я разобрал газету. Он сказал, эта газета там такая-сякая. Порвал ее и типа выбросил. А мы взяли, да и перед тем, как порвать, почитали, что же в ней. Я там не нашел ничего ни сепарского, ни русскомирского. А он таки продолжает видеть. Порвал в эфире. И вы знаете, перевозбудился шестеренок Путина. Это фантастично. Я такого не видел. Шестеренок Путина? Это он, наверное, обо мне. Ну, есть специально завченная людина. Вы, наверное, ее знаете. Она про вас много делала в интернет-просторе. Так званный Шарий. Ну, хорошо. Был я уже так называемым журналистом. Был так называемым украинским журналистом. Был так называемым блогером. Был так называемым... Кем я только ни был. А тут уже так называемый Шарий. Как же меня по-другому называть? Есть такие... Вот, он может себе что хочет делать там в интернете. Ах, как это обидно, да, ребята? Что я могу делать? Все, что хочу. Я могу обосрать вашего президента. А ты не можешь, потому что ты его ручная собака. Я могу всех вас просто выводить на чистую воду. Используя исключительно факты и логическое мышление. А вы не можете. Но тут не сподеванно, да, для него это было, как же так, газетку Вести порвали в эфире. Конечно, неожиданно, как это так порвали. Газета Вести для меня это святое. Газетка Вести, в свою очередь, всю эту радость Шария разместила в себе. Такий круговый хлейна в природе. А рассказывать про говно в студии канала Порошенко не рекомендуется. Может быть, на таких древних шестерок, которые отработают три тезы. Украинские ЗМИ это не ЗМИ, а брешут. Я не могу понять. То сначала они говорят у Шария Бентли, Феррари, короче. Значит, он получает колоссальное баблище из Кремля. Некоторые дебилы рассказывают про черный трафик и тому подобное. Здесь говорят уже мелкая шестерка. Мелкая шестерка это ты, потому что ты работаешь за копеечную зарплату на вонючем канале, где тебя никто не смотрит. Не могу. Называйте уже крупная шестерка. Крупная шестерка Шарии. Большой номер шесть. Путин всегда правы. Я такого не говорил никогда. Путин всегда правы. Что-то ты прибрехиваешь, а? Нечего шукать руку Москвы. Ну и все. Нечего искать руку Москвы. Я такого не говорил. Просто вы в говно вступаете под собственной дверью и говорите рука Москвы. Это не рука Москвы, это жопа соседской собаки. Эти три тезы, они конвертуются, например. А, и в Украине все погано. Да. Абсолютно все погано. Да не, в Украине классно. Ну, могло быть еще лучше, конечно. Может, мы на это не уважение не звертали, как бы просто вот эта структура ютубовская не перейшла, уже теперь в частину информационной атаки на Украине под постоянным федеральным каналом 60 минут, да, на ОРТ обовязково. Ого, это получается структура. И я часть этой структуры. Мы перешли на федеральный канал. 60 минут программа. Я тут понять не могу. У вас все каналы российские вырублены. Зачем вы их смотрите? Ну вот на кого может направлена быть пропаганда на российском федеральном канале? Ясное дело, на россиян. Какое вам дело? Они же и так, по вашему мнению, все зомби. Это та людина, яка мае внести украинские акценти про фейлдстейт Украины. Зміна тактики. Что делать в таких случаях? Не могу понять. А кого он имеет в виду на российском канале? Меня, что ли? Я думал Антоху Гераченко, советника министра МВД. А так это эмоциональное заявление, что он захарчет, по которому самому страшно за то, что на тему... Я думал Илью Киеву, советника министра МВД. Давайте мы сейчас для себя, Тотка, а в течение того, что... Я думал Вадима Карасева, украинского политолога. Я скажу, отвечу, знаете, почему это не так? Потому что как раз Запад и США... Я думал Рому Цымбалюка, украинского журналиста. Украину представляет президент, премьер и министр иностранный... Что с ними со всеми делать? Так арестовать их к свиням. Оскільки российская пропагандистская машина, вона ж такая багатошарова, знаете, как... Багатошарийна. Да. Пошутил, багатошарийна. Они еще дальше там так же пошутят. Шар за шаром, шарий за шарий. Пацаны, пацаны, лучше говорить так... Шарик, шарик. Можно говорить шариков. Оцей шариков. Вот так и говорите. Ой, это так больно, это так мне болит. Можно петушарий. Петушарий это вот говорить, и все. У меня сразу слезки так наворачиваются. Знаете, как в детском садике наворачивались, так и сейчас. Да, это у всех нас. Знаете, фамилию перекривил, и все. И сразу человеку так горько-горько. Манипуляции, я бы даже взял какую-то дебильную газету. Я бы ее не рвал. Ну, отложил бы и все. Вот, бачите, який нарратив. Это жители Славянска, у них самооборона, там хунта на них наступает. Вот так себя вели украинские уважаемые СМИ, ну Шарий тогда конечно же высказался по этому поводу, а сказал он конечно же следующее, что на ютуб время тихоокеанское и вот посоветовал, так, бросайте пить, сенсации можно находить, а не высасывать из известного места. Поэтому пока одни писали, используя терминологию народное ополчение, другие сочиняли фейки абсолютно дебилоидного характера. Да, лучше было вообще не знать, что там происходит, потому что украинские журналисты туда не совались, продолжали выдумывать и высасывать из разных мест такие информационные поводы, а надо было брать информацию конечно же от сепаратистов. Откуда еще? Технологично это разработалось из Кремля, под названием «Бессмертный наш полк», и тут, соответственно, все это играл телеканал Интер, как частина информационная. Закончилось это, пробуя сделать телекартинку мордобоя на улице Киева. Ну все, это продолжает жаловаться и уже жалуются на то, что смотрите, «Бессмертный полк». Да как они посмели? «Бессмертный полк в Украине? Да ладно». Победа одна на всех, наш полк продолжает идти. Ужас! Какие меседжи! Ну пока его дедушка или прадедушка отсиживался в рязном схроне, то деды некоторых людей боролись с фашистами. Я, например, не даю коментарей и не ходу в эфиры теперь этих телеканалов. О! И его гость Михаил Бессараб рассказывает, что делать. Просто не ходить в эфиры этих «Ньюсван», «112». Вражеские телеканалы. Нельзя на них ходить. Коли, ну, загроза, коли стало зрозуміло, що вони діють однією великою мережею, коли ця мережа... Но это ничего не даёт. Вы не пойдете, пойдете... Он понял. Он понял в своё время, что они действуют вражеские каналы. Он понял. Я говорю, как ты можешь идти на эфир телеканалу «Ньюсван», коли зрозуміло, что там ну просто не... Тобто він працює більш вульгарно, ніж «112» канал. «112» канал – це така конфетка цієї ворожей пропаганды на территории Украины. Ну всё, заклеймил, заклеймил. Сейчас я его заклейм... заклеймякаю. Політолог Михаил Басараб у нас в студії. Михаил, здравствуйте. Особа президента в нинішніх реаліях навіть попри... Політолог Михаил Басараб. Доброго дня, пане Михаиле. Ну а я вже готова представити наступного гостя у моїй студії. Михаил Басараб – політолог. На зв'язку з'явився новий гіст і коментатор – це політолог Михаил Басараб. Жодна політична сила, яка не контролюватиме одноосібно 220... Ми поговоримо із нашим гостем Михаилом Басараб – політолог. Завітав до нашої студії. Ми вас вітаємо. Михаил Басараб – політолог. І з ними продовжуємо підводити політичні підсумки. К слову, ви знаєте, чому підписчики моєго каналу більше успішні в личній житні? Находять хороших партнерів? Тому що у многих ерогенна зона знаходиться тут. А люди знають – ооо, якщо ти підписчик Шарія, значить, піду-ка я з тобою. Музика 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 Музика